Новый год по лунному календарю главный праздник для жителей Китая. Десятки миллионов граждан устремляются в родные края. Период путешествий начался в конце января и продлится до начала марта. Обычно в эти дни в Поднебесной совершают более трех миллиардов поездок. В этом году по понятным причинам ожидается меньше. Главный лозунг этого года – «Встреть Чунзэ в городе, где работаешь». Хотя в Китае эпидситуация постепенно стабилизируется, меры не ослаблены. Из Пекина Батагос Сархабаева. Ситуация с коронавирусом в Пекине стала лучше. Это видно невооруженным взглядом. Город стал живее. Открылись, наконец, районы, заблокированные ранее из-за новых случаев появления инфекции. И в целом город готовится к празднованию в Чунзэ – праздника весны. Однако власти все же просят жителей не покидать пределы столицы без необходимости. Несмотря на предупреждение и поощрение, кто-то уезжает. Для них это, пожалуй, единственная возможность увидеться с родителями и детьми в этом году. Поэтому в столичном вокзале достаточно оживленно. По приезду мне нужно будет 7 дней наблюдать за состоянием здоровья, замерять температуру. Предварительно я сдал тест. Перед возвращением в Пекин, думаю, надо будет снова сдать. Пока такая информация. Чтобы выехать из Пекина, нужно сдать тест на коронавирус. Тех, кто приедет из районов низкого риска, могут попросить не посещать общественные места 2 недели и пару раз сдать тест. А если человек прибывает из зон высокого или среднего риска, то его могут посадить на карантин. Общественный транспорт регулярно дезинфицируют и проветривают. Людям же напоминают о необходимости правильно носить маску, часто обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. В этом даже участвуют ведущие центрального телевидения. Я ведущий CCTV Ган Цян. Хотел бы напомнить вам, если кашляете или чихаете, то делайте это в салфетку или рукав. Соблюдайте правила личной гигиены. Желаю всем счастливого Нового года. Во время праздников в Пекине продолжится вакцинация населения. Прививку от коронавируса уже получили почти все ключевые группы. Это работники транспорта, социальных служб, таможенники, медики, полицейские и пожарные. Всего же, по официальным данным, в стране уже привили более 30 миллионов человек. И совсем скоро в этот процесс включат остальных жителей Поднебесной. Вот так вот Саргабаева, Хабар-24, Китай.